Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Громкое убийство. В Черкасской области найдено тело пропавшего адвоката российского ГРУшника Александрова. Единый кандидат в парламенте собирают голоса в поддержку Гройсмана и обсуждают состав нового правительства. Коррупция на экспорт. Как украинские чиновники уничтожили авиацию Хорватии. Об этом не только вы узнаете из нашего выпуска, но прежде я напомню, что сразу после подробностей в эфир выйдет очередной выпуск Черного зеркала. В студии уже собираются гости программы, политики, эксперты, известные журналисты. Говорить, как обычно, они будут на самые актуальные темы уходящей недели, так что не пропустите. Убийство адвоката. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матю сообщил, что найдено тело Юрия Гробовского, адвоката, защищавшего одного из пленных российских ГРУшников Александрова. Задержаны ли подозреваемые? Какие основные версии этого преступления рассматривает следствие? Подробнее Елена Митясова. 20 дней поисков и неведения, домыслов и версий. Развязка трагическая. В 25 километрах от города Жашков, это Черкасская область, в заброшенном колхозном саду. Сегодня в 4 утра нашли тело адвоката Гробовского, который защищал российского ГРУшника Александрова. На место преступления полицию привел сам убийца, рассказали военной прокуратуре. Именно тот человек, с которым последний раз якобы видели адвоката в его офисе. Они уехали вместе в Одессу. Один из сотрудников и организаторов этого злочина был документы подроблены правоохранительных органов Украины. Украинский паспорт, фальшивый, на оригинальном бланке. Юрия Гробовского убили. Как именно, в прокуратуре пока не уточняют. Но добавляют, был контрольный выстрел. Злоумышленников двое. Последнего из них задержали буквально на днях. Оба украинцы, киевлянин и одессит. Содеянным сознались. Рассказали, что адвоката из Одессы в Киев везли под действием психотропных веществ. А чтобы не сбежал, на ногу надели браслет со взрывчаткой, который можно было в любой момент активировать. На месте совершения преступления, были уничтожены данные доказательства, то есть одежда двух работников. Распределены, выделены на это деньги деньги. Дело исчезновения Гробовского действительно темное. Накануне 8 марта в одной из одесских гостиниц он забронировал номер. Оставил там вещи и исчез. А позже в фейсбуке стал постить фотографии. Вечер удался, а потом и вовсе. Я в Египте. Его коллеги уже тогда заподозрили неладное и начали свое расследование. Пиджак выглядит как чужого плеча. Руки за спиной, синяки на лице. Гробовский предчувствовал, с ним что-то случится. Писал даже об этом журналисту Ирине Ромалийской. Она рассказывает, поначалу не придавала значения, думала сама пиар. Вот одна из последних их переписок. Непонятно, когда у меня из дому пропали два пистолета. Замки и на сейфе, и на квартире целые. Свитеров один и запасной мобильник, с которым я езжу, не запланировано за границу. Ого! Я так понимаю, ожидаем где-то труп с огнестрельным из моего ствола, мой свитер и визитка. Пишите пост! Пока рано. Менты были, замки проверили, все целое. Он это связывал все всегда, безусловно, с делом Ерофеева Александрова. И он всегда говорил о том, что опасается, что это украинские спецслужбы. Но я все-таки хочу наставить о том, что он вел не только это дело, у него было много разных дел. Но это может быть все, что угодно. Теперь за свою жизнь опасается другой адвокат в деле российских ГРУшников Оксана Соколовская. Говорит, ее всячески пытаются отстранить от дела. На протяжении долгого времени, ну уже как минимум месяца 4-5, за нами с Гробовским постоянно проводится слежка, прослушка. Я на данный момент, на самом деле, опасаюсь за свою жизнь, как и за жизнь своей семьи, не до сих пор. Уже прошло 5 рабочих дней, не исполнено решение суда, Голосейского районного суда города Киева об обеспечении мне безопасности и дачи личной охраны. То, что преступление готовилось, убежден и близкий друг, коллега Гробовского Игорь Черезов. Преступление готовилось достаточно тщательным образом. То есть есть реально организованная группа лиц, которые это преступление совершили. Фактически можно отместить бытовой характер этого преступления. Исходя из этого, мы понимаем, что, скорее всего, это связано с его профессиональной деятельностью. Тело погибшего еще не опознали. Из родственника у Гробовского только сестра в Израиле. А доверенное лицо от адвокатов пока не приглашали. Официальной версии убийства, как и мотива, в прокуратуре тоже не озвучивают. Но не исключают, что в деле может быть российский след. Я не знаю одно. На фоне судилища Савченко, Россия сделает все возможное и невозможное. Я в этом уверен. Для того, чтобы не отримать вырок относительно своих военнослужащих на территории Украины. Потому что наш публичный вырок и наши публичные судовые слушания абсолютно отрозняются от того судилища, которое проведено над Савченко. А вот как считает советник главы МВД. Основная версия, которая отслеживается и по которой вышли на это лицо, почему за него задержали, и он же указал на место, где находится труп, это межличностные отношения. Личностные конфликты. В прокуратуре уверяют суд над Александровым и Ерофеевым состоится при любых обстоятельствах и с особыми мерами предосторожности. В феврале, по информации военной прокуратуры, на российских ГРУшников готовилось покушение. Момент, когда их должны были перевозить из СИЗО в суд. Тогда заседание пришлось перенести. Место гробовского дела теперь будет вести адвокат Рыбин. Следующее заседание назначено на 5 апреля. Елена Митязова, Елена Зорина, Алла Матюшок. Подробности телеканал Интер. Восемь часов переговоров в российской столице. Одна из главных тем Украина. О чем еще госсекретарь США Джон Керри беседовал с российским министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным. И что он привез с собой в Москву в таинственном красном кейсе. Подробнее Татьяна Лагунова. Визит Джона Керри в Москву это тот случай, когда за закрытыми дверями говорят очень долго, а на публике лаконичны. Четыре часа госсекретарь США общался с министром иностранных дел России Лавровым. Потом еще столько же с президентом Путиным. А вот результаты восьмичасового переговорного марафона подсуммировал на короткой итоговой пресс-конференции поздним вечером. Мол, успели поговорить обо всем. Но главные темы – Сирия и Украина. Как президент Обама сказал во время недавнего телефонного разговора с президентом Путиным, и как я подчеркнул сегодня, наша позиция ясна. Минские договоренности должны быть незамедлительно выполнены в полном объеме. Мы обсудили, как вернуться к реальному и полному режиму прекращения огня. Керри намекнул, если соглашения будут выполнены, Вашингтон готов снять с России санкции. Лавров согласился, мол, Москва тоже не видит альтернативы минскому пакету. Но уже традиционно заявил, обязательство должен выполнить Киев. А именно провести местные выборы на Донбассе, реформу Конституции и принять закон об амнистии. Учитывая особое отношение Соединенных Штатов с киевским правительством, рассчитываем, что эта специфика отношений будет активно использована для того, чтобы побуждать Киев к выполнению того, под чем он подписался. А мы действительно обязались добиваться того, чтобы Донбасс, чтобы самопровозглашенные республики Донецкая и Луганская также выполняли то, под чем подписались их представители. В Москве на встрече с Путиным Джон Керри поднял все критически важные для Украины вопросы. Об этом сообщил главный дипломат Украины Павел Климкин. Среди них Донбасс, Крым и освобождение Надежды Савченко. Я говорил о деле Надежды Савченко, о суде и вынесении приговора в надежде, что ей разрешат вернуться в Украину. Немедленное решение этого дела, как и всех других дел незаконно задержанных, вопрос гуманитарного характера. Впрочем, был один вопрос, на который Керри так и не ответил, а именно, что было в красном чемодане, который госсекретарь США лично вынес из самолета по прилету в Москву. Кейс заметил президент Путин и при встрече спросил, уж не деньги ли там для торгов по ключевым вопросам. Керри пообещал показать содержимое, но журналистам тайну так и не раскрыл. Впрочем, в Брюсселе, куда Керри сегодня прибыл из Москвы, чемодана уже не заметили. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Обмен Надежды Савченко возможен, считают в Кремле, но такое решение должен принять лично Владимир Путин. Об этом сегодня заявил глава администрации президента России Сергей Иванов. Обменять украинскую летчицу, по его словам, могут только на двоих россиян, которых сейчас судят в Украине по обвинению в терроризме. Напомню, ранее эту схему уже предлагал президент Украины Петр Порошенко. Мы ждем исхода политических разговоров относительно освобождения Савченко и ее обмена. И это является самым существенным в нынешних обстоятельствах. Чуть более часа назад Совет нацбезопасности Украины утвердил список Савченко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем твиттере. В начале заседания СНБО Петр Порошенко отметил, что в санкционный перечень должны войти лица, которые фабриковали дела против Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая Корпюха и других незаконно заключенных в России украинцев. Президент также поручил доработать список и добавить в него лиц, причастных к пыткам украинцев и крымских татар в Крыму. В то же время глава государства подчеркнул, что данное решение не исключает работу по освобождению Надежды Савченко и других украинцев. Ну а днем президент встречался с комиссаром Совета Европы по правам человека и просил направить в Россию специальную миссию для мониторинга ситуации с украинскими узниками. Петр Порошенко и Нильс Мужженекс также обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе и нарушение прав крымских татар на оккупированном полуострове. В свою очередь комиссар ЕС сообщил, что же ситуация следит, в том числе и с Надеждой Савченко и другими заключенными украинцами. Я призываю вас, комиссар, вмешаться в эту ситуацию и помочь украинским властям освободить всех политзаключенных в это сложное время. Мы говорим не только о Надежде Савченко, но и о Кольченко, Синцове и многих других. И уже после обеда Петр Порошенко принял участие в собрании по случаю 24-й годовщины создания Службы безопасности Украины. Президент заявил, что сотрудники СБУ в прошлом году предотвратили более 200 террористических атак. Глава государства подчеркнул, что за последние два года СБУ продемонстрировало кардинальные изменения как в своем составе, так и в своей работе. Приговор Савченко и ее будущее. Достаточно ли усилий предлагает Украина для возвращения пленницы домой? И не забыли ли, занимаясь этим громким делом, о других заключенных украинцах? Достаточно ли помогает Запад? И каковы реальные механизмы по возвращению наших соотечественников? Все это тема сегодняшнего черного зеркала. Я напомню, в эфир это политическое ток-шоу выйдет сразу после нашего выпуска. Да и Юра, коалиции в парламенте больше нет со вчерашнего дня. Поэтому сегодня переговоры о создании нового большинства разгорелись с новой силой. Какие фракции обсуждали новое коалиционное соглашение? Кто готов работать в новой команде? Кто нет? И какие условия выдвигают парламентские объединения? Подробнее Анна Каменева. С утра в парламент приехали представители четырех фракций и некоторые внефракционные депутаты. Говорить о новой коалиции наотрез отказалась сама помощь. Они остаются в оппозиции. Почти полтора часа депутаты обсуждали, как же обновить коалиционное соглашение. Решили взять за основу старый документ и дополнить новыми предложениями. Батьковщина уже на эту встречу принесла свой список требований с разработанными законопроектами. В частности, о моратории на продажу сельхозземель пересмотрят тарифов, индексации зарплат и пенсий. Без выполнения этих условий в коалицию не вступят, за Гройсмана не проголосуют. Все другие фракции свои предложения в письменном виде обязались подготовить до завтрашнего вечера, а уже в понедельник с утра их обсудить. Решили в соглашении прописать конкретные законопроекты, сроки их реализации и ответственность за невыполнение. Есть шанс, говорят Нардайпо, что на следующей неделе новую коалицию все же создадут и за нового премьера проголосуют. Пока же кандидатуру Гройсмана потенциальные участники будущего большинства безоговорочно не поддерживают. Мы хотим все-таки почути, что это официальная позиция фракции, президента, или это личная позиция Юрия Витальевича. Это, как говорят, две большие разницы. Ситуация с Аценюком. Он подав в отставку, не подав. А вот что вы знаете? Значит так, официально информации про то, что Арсений Петрович подавал в отставку, нет. Я представляю пока от нефакционного объединения «Всеукраинский диалог» и те депутаты, которые входят, около 19. Они поддерживают Гройсмана? Ну, пока же мы не знаем программы. Вопрос же, нужно не фамилии поддерживать, нужно поддерживать и обсуждать программы. В обед в парламенте Владимир Гройсман за закрытыми для прессы дверями презентовал свою программу действий представителям фракций. Но и после этого картина не прояснилась. Мы сегодня не имеем возможности поддерживать кандидатуру пана Гройсмана, но у него есть час до второго, чтобы второго будет поставлено это вопрос. Я считаю, что до 30 марта, когда президент Порошенко едет в Вашингтон, политическая кризация должна быть связана. Я почувствовал частину тих требований, о которых говорила Батьковщина. Я могу лишь подтвердить, что Батьковщина готова рассматривать и формирование новой коалиции. В понеделок, в час заседания нашей фракции, мы будем уже принимать обеспечения. Кандидат Гретика залежит исключительно от действий фракции ППП, которая должна выполнять определенные условия. Склад Кабміну, программу действий и формирование коалиции в кондитуционный способ. Но если открыть Конституцию, то он прекрасно знает, что только выбранный премьер после консультации с фракциями коалиции может озвучить склад Кабміну. Прошу, именно так формировался у администрации. Кабміну, не можно выставлять различные условия для различных кандидатов. Конституция одна для всех. Все, что заявляют вам депутаты с требами для нового Кабміну, схоже на начаток перед выбором Кабматики. Так можно догадаться до того, что они начнутся буквально в червне месяце. Гройсман заявил, что он не видит в уряде Владимир Димчишинец. Впереди у потенциальных участников коалиции еще встреча с президентом. По разным данным она может пройти в понедельник, а может и на выходных. Также лидер фракции БПП Юрий Луценко, комментируя вопрос журналистам о том, как относится вероятный будущий премьер Гройсман к повышению тарифов, запланированных на 30 апреля, выразил собственное убеждение, что тарифы снизятся. Кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьера поддержали сегодня на внеочередном съезде партии БПП. Без прессы. Но моя коллега Ирина Романова знает, о чем там говорили. Когда и где состоится съезд БПП, стало известно сегодня утром. Делегаты собрались в 2 часа дня в офисе партии. Прессу на съезд не пригласили. Что будут обсуждать за закрытой дверью, к началу съезда не знали даже сами делегаты. Я не знаю, какие там будут вопросы, но мы ожидали, что будут какие-то вопросы по премьер-министру. Кандидатуру Гройсмана будут с ним поговорить? Я не уверен, что именно здесь будут говорить, потому что это должна говорить и партия, и фракция, прежде всего. Вы слышали заявку Арсения Петровича, что он сказал, что если блок Петра Порошенко считает все-таки изменить правительство и изменить премьер-министра, то он должен высунуть кандидатуру, представить ее на обговоре, и я подам выставку. Он сказал, что мы сделаем. Приехали лидер партии Виталий Кличко и глава фракции БПП в парламенте Юрий Луценко. Однако последний не задержался, спешил в парламент на презентацию программы Гройсмана. Заседали депутаты более двух часов после съезда, сразу разошлись. Журналистам вышел только нардеп Артур Герасимов. Сообщил, обсуждали пути выхода из политического кризиса. Было запропоновано для того, что кабинет Арсения Юцка имеет подставку. Было запропоновано начать активные действия фракции БПП для создания новой коалиции. А также мы поддержали кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду премьер-министра Украины для того, чтобы фракция БПП в парламенте расследовала эту кандидатуру и эта кандидатура была вынесена на голосование. О кандидатурах на должности министра в речи пока не было. Уточнил нардеп, зато на съезде почистили партийные списки. Из избирательного, например, исключили 13 человек, которые, цитирую, не принимают участие в партийной деятельности. В частности, там больше нет адвоката бывшего лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана Андрея Богдана. Еще один кадровый вопрос касался нардепов, которые ранее вышли из фракции БПП. Депутатских мандатов лишили Томенко и Фирсова. Все решения съезда, в том числе и презентацию кандидатуры Гройсмана на должность премьера решили огласить на фракции в понедельник. Ирина Романова, Олег Неведомский, подробности Телеканал Интер. Неспособность фракции уже бывшей коалиции найти компромисс уже сказалась на рейтингах партии. Это подтверждают результаты последнего соцопроса, проведенного центром Разумкова. Я напомню эти цифры. Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы победил оппозиционный блок. За него проголосовали бы почти 8,5% от общего количества опрошенных респондентов. На втором месте самопомощь. У нее чуть менее 8%. На третьем блок Петра Порошенко «Солидарность» 7,8%. Также 5-процентный барьер преодолела бы партия «Батькивщина». А радикальная партия Олега Лешко и блок Михаила Саакашвили балансирует на грани проходного барьера. За Народный фронт отдали бы свои голоса 1,4% украинцев. Результаты опроса среди тех, кто твердо намерен прийти на участки, отличаются незначительно, но тройка лидеров та же – оппозиционный блок «Самопомощь» и «Солидарность». Что будет с коалицией? Удастся ли преодолеть эти разногласия? Об этом мы спросили у политологов. Доверие внутри коалиции не увеличится. Поэтому я думаю, что даже назначение нового премьер-министра даст максимум временную передышку от 6 до 12 месяцев. Через год нас в любом случае ожидают досрочные парламентские выборы. Только они могут перезагрузить систему и каким-то образом переиграть тот негативный социальный и политический тренд, который сегодня существует в парламенте. Если снова будет, что одна фракция поддерживает уряд, другая не поддерживает, через раз голосует или несет ответственность только за какое-то одно министерство, то мы будем повторять тою картинку, которую сейчас спостерегают в парламенте. Відповідно, большинство не может триваться долго. Поэтому эти два вопроса, коммуникация с людьми и коллективная ответственность, это и те факторы, которые означают тривальность следующего уряда. Нынешний склад Верховной Ради, он не способен договориться, договориться на долго-тривальную перспективу. Квотный принцип, он, на жаль, может стать темчасовым фактором склеивания такой коалиции, но политические разбежности и амбиции, думаю, таки приведут к дочасным выборам. Ну а пока в парламенте ищут голоса в поддержку нового премьера, действующий Арсений Яценюк снова вызывает в ней очередное заседание правительства. О своей отставке ни слова, а вот о планах на будущее он говорил охотно. Все подробности узнаем от Ольги Рыцарь. Не я эту кризу створю, но я требую как-найшвидше ее решения. Так Арсений Яценюк начал сегодня заседание правительства. На этой неделе он собирает Кабмин уже второй раз. О своей отставке, о своем преемнике ни слова. Как ни в чем не бывало, министры обсуждают внедрение нового закона о госслужбе и то, как стимулировать экспорт. Ну а о политическом кризисе Яценюк несколько слов сказал. Правда, завуалировано. И снова призывал депутатов все решить вместо него. Персонализация украинской политики приводит к втрате довери Украины, как в середині краини, між громадян краини, так и посеред наших зовнишніх партнеров. Вкотре зазначаю, я прийму будь-яке решение, яке стабилизует ситуацию и даст возможность стране двигаться вперед. Сберіть 226 голосів. Представьте кабінет, програму и реальную коалицию, яка буде це виконувати. Або підтримуйте цей склад кабінету министрів України. Похоже, надежда удержаться в премьерском кресле у Яценюка все же есть. Он то и дело строит планы на будущее. И это несмотря на то, что на днях президент Порошенко назвал конечную дату формирования нового кабмина до 29 марта. А вот кто не пострадает от турбулентности правительства, так это секретари министров. Их, согласно новому закону, будут выбирать на открытых конкурсах. На следующей неделе Арсений Яценюк уже запланировал собрать руководителей металлургических и аграрных компаний, чтобы обсудить вопросы экспорта. Ольга Рыцарь, Александр Данилов, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Как долго еще Арсению Яценюку оставаться на кабминовском царстве? Кто преемник? Есть ли у Гройсмана реальные соперники? Участвуют ли в этой гонке Наталья Ереськов все еще? И спасет ли новый премьер парламент от перевыборов? Эти и другие острые вопросы мои коллеги Евгений Киселев и Алексей Лихман уже совсем скоро зададут своим гостям программы «Черное зеркало». Не пропустите эфир ток-шоу сразу после подробностей. Бетонные блоки прямо посреди дороги. Жители села Новый Бук снова вышли на акцию. В который раз они требуют срочно отремонтировать трассу государственного значения Николаев-Днепропетровск. Полотно разбито на столько, что проехать здесь отваживаются немногие. Несколько недель назад люди уже выходили протестовать. Тогда чиновники обещали сразу же начать работы, но обещанного, как говорится, три года ждут. Сегодня целый день для легковушек и грузовиков проезд был закрыт. К вечеру пикет прекратили, а чиновники в очередной раз заверили, что вот-вот начнут ремонт. Служба автомобильных дорог в Миколаевской области забезпечит протягом 2-го и 3-го кварталя 2016-го року. Выконание работ с среднего поточного ремонта на загальную сумму 50 миллионов гривен. Коррупция на экспорт. Военная полиция Хорватии проводит расследование по закупкам и ремонту украинских истребителей МиГ-21. В какую сумму обошлись МИГи хорватам и почему местные журналисты утверждают, что украинские чиновники без единого выстрела уничтожили хорватскую авиацию? Разбирались наши корреспонденты. Наша авиация была уничтожена. С таким скандальным заголовком вышла статья в одной из ведущих хорватских газет «Утренний лист». Авторы расследования обвиняют украинских и хорватских чиновников в махинациях с контрактом на ремонт и покупку у Укрспецэкспорта 12 истребителей МиГ-21. Якобы оказалось, что из 12 поставленных суден подняться в воздух могут лишь 3. Более того, многие из МиГов старше, чем было написано в контракте. Проверить эти обвинения мы попытались в Укрспецэкспорте. Однако там наш запрос оставили без внимания, заявив, что сегодня короткий рабочий день. Ситуацию по телефону прокомментировал посол Украины в Хорватии. По его словам, изложенные факты – неправда, а материал посол считает чьим-то черным пиаром против Украины. И так далее, загальні речи, те, що ми знаємо, що можемо зразу спростувати, вони вже спростовуються. Подтвердить или опровергнуть эти слова теперь предстоит военной полиции Хорватии. Там уже завели дело и активно расследуют предоставленные хорватскими журналистами факты. Интересно, что непосредственно поставкой техники по подобным контрактам занимается дочернее предприятие Укрспецэкспорта «Спецтехноэкспорт». В прошлом году одним из топ-менеджеров предприятия был назначен сын нардепа Сергея Пашинского, 24-летний Антон Пашинский. При этом сам депутат, который не раз становился участником рейдерских скандалов, возглавляет парламентский комитет по вопросам обороны. За какие именно заслуги его сын назначен в высшее руководство предприятия, курирующего многомиллионные контракты? Это вопрос, который уже не раз поднимали журналисты. Еще в прошлом году назначение активно защищала близкая соратница Пашинского Татьяна Черновол, на днях назвавшая бойцов добровольческих батальйонов психически больными. Примечательно, что по данным журналистов, у самой Черновол якобы имеется справка о психическом расстройстве. Тем временем, президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович уже заявила, если махинации с 17-миллионным контрактом на поставки истребителей МиГ-21 подтвердятся, речь будет идти не о масштабной коррупции, а о государственной измене. А Украине махинации чиновников могут грозить большим скандалом и позором в Европе. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности телеканал Интер. Пока сын греет руки на самолетах, Пашинский старший, нардеп от Народного фронта, свои руки сует в карманы военнослужащих и предлагает Верховной Раде отклонить проект постановления об улучшении денежного обеспечения для мобилизованных. Документам предполагалось в два раза увеличить надбавки военным в зоне АТО. Но Пашинский считает, что это уже слишком, ведь бойцам ВСУ уже платят боевые, а пособие контрактников составляет аж более 8 минимальных зарплат. Служба безопасности сегодня ночью задержала очередного взяточника. Но и взяточник этот судья Высшего хоссуда Украины. А в самом суде утверждает, что никакого задержания вовсе и не было. Кто же говорит правду, узнавала Ольга Теребинская. Ночью в Киеве задержан очередной взяточник. Им оказался судья Высшего хоссуда Украины Виктор Швец. Утром об этом заявили в службе безопасности Украины. Поймали его, утверждают, на горячем. Как раз получал крупную сумму от бизнесмена. Під час обшуків в помешканях та робочому кабінеті були вилучені інші сумми, грошей та бургові розписки, а також паспорт на ім'я громадянина іншої країни. Зараз вивчаються ці факти щодо отримання ним інших хабарів. Слідчі проводять з ним бесіду. Вирішується питання щодо висунення йому підозри, а також щодо направлення документів в суд для обрання запобіжного заходу. Но вже після обеда це сообщення о задержанні опровергли в Высшому хоссуді. Мол, Виктор Швець, як звичайно, на роботі. В заявлении суда говориться, по словам Швеца, цитирую, «Всё це связано з його граждансько-правовим конфліктом». Конец цитати. І никакой конкретики. Но вот що нам рассказали в пресс-службі хоссуда. Його не затримували. Ми розмістили на сайті офіційну інформацію. Тому вона відповідає дійсності. У нас сьогодні короткий робочий день, тому, я думаю, на роботі його вже немає. А затем ще одна новость від руководителя апарата СБУ Александра Ткачука. В ефірі одного із телеканалів він заявив, Швець уже під домашнім арестом. І уточнил суму взятки, на якій той якобы погорел. 5 тисяч доларів. В высшем суді опровергають і це. Утверджають, в понедельник судья обязательно буде, як обычно, на роботі. І вже к вечеру на своїй страниці в фейсбуці все объяснила спікер СБУ Елена Гитлянська. По її словам, без разрешення парламента задержати судью не можуть. Поэтому после беседы со следователями он действительно мог выйти на роботу. В СБУ також заявили, уголовне дело по факту взятки уже завели. І следствие продолжається. Ольга Теребінська, Сергій Коваль, подробності, телеканал «Интер». Осадок ГПУ. Сегодня несколько сотен человек пикетировали Генпрокуратуру, требуя отставки Виктора Шокина. Ранее эту акцию анонсировал зам Генпрокурора і прокурора Одескої області Давид Секверлидзе. Накануне, я напомню, он обвинил своего шефа в увольнении следователей ГПУ, которые занимались наиболее резонансними делами, в тому числе і делом бриллиантових прокуроров. Це обвинення, я також напомню, опроверг другой прокурор Владислав Куценко. Сегодня восемь руководителей областних управлений прокуратур в открытом письме осудили действия Секверлидзе і потребували от Виктора Шокина його увольнення. По їх мнению, Секверлидзе, призывая протестуючих выйти к зданию ГПУ, оказывает политическое давление на ведомство і нарушає ряд законів, в частности, пункт 3 статьи 18 закона о прокуратуре України, который запрещает сотрудникам надзорного ведомства состоять в партиях, принимать участие в политических акциях і митингах. Поздніе Куценко на своей странице в Фейсбук опубликовал видео на записи у здания ГПУ група молодых людей спортивной внешности, лица которых закрыты капюшонами. В комментарии Куценко назвал їх тетушками. Капремонт по-тернопольски. В городе сегодня открыли перинатальный центр после длительной реконструкции. Недоделок масса, но это не остановило ни местных чиновников, ни высокопоставленных представителей Кабмина отпраздновать это открытие с размахом. Обо всем подробнее в нашем материале. Масштабную реконструкцию в старых зданиях тернопольского перинатального центра начали еще в 2012 году. Из госбюджета дали почти 50 миллионов, и работа закипела. Правда, скоро стало известно, денег не хватает. Часть пропала, часть не успели освоить. Работы заморозили. В прошлом году Киев снова дал денег. 25 миллионов гривен. Тогда в облгосадминистрации решили осваивать средства и проводить реконструкцию будет служба автомобильных дорог. Сотрудники службы нашли подрядчика. Без тендера. Мы провели процедуру одного участника, но мы запрошивали все областные, потужные, водительные компании. На жаль, согласилась только одна. В начале января чиновники отчитались, реконструкция окончена. А вот письмо главврача перинатального центра за прошлую неделю просит немедленно устранить недоработки. В частности, подключить корпус к системе энергосбережения и оборудовать вентиляционные камеры. Вопрос готовности перинатального центра к открытию даже выносили на сессию облсовета. После нее у главврача неожиданно исчезли все претензии. В управлении капстроительства о недоработках знают. А вот губернатор и профильный министр препятствий для открытия центра, вероятно, не увидели. Проект, зрозуміло, что предпочитает еще реконструкцию витяжки наверху. Но проект был спроектован этими проектантами. И мы действуем в соответствии с правильным законодательством. Зрозуміло, что мы сделали изменения к проекту. И эти дефекты будут высунуть. Про дефекты нужно спросить в первую очередь мам, которые тут народят в первый раз. Почему? Потому что комфорт мамы и дитинам будет обеспечивать не только те дымоходы. Перинатальные центры сегодня официально открыли. И несмотря ни на что, первых роженец здесь обещают принять уже через неделю. Алла Мачишок, Жанна Дудчак, Максим Кирилев. Подробности телеканал Интертернополь. Как дать шанс на экономический рывок отечественному машиностроению? Сегодня обсуждали в Харькове члены Федерации работодателей Украины и промышленники. Что они предлагают, расскажут наши корреспонденты. Последние два года для Харьковского подшипникового завода были тяжелыми. Здесь производят оборудование для железной дороги. Но контакты с Россией, а именно оттуда были основные заказчики, пришлось разорвать. Для европейского же рынка производство надо переоборудовать. Поезда там ходят по другой колее и подшипники другие. Безусловно, нужно под какую-то программу серьезного инфестора, который вместе с нами готов выйти на европейский рынок. На заводе сегодня представители парламентского комитета по вопросам промышленной политики и Федерации работодателей Украины. Приехали, чтобы обсудить новую инвестиционную политику и решить, как сделать украинскую промышленность интересной для инвесторов. Представленный в Харькове законопроект 3544, его авторы называют кодексом инвестиционной деятельности. Его примут, если инвесторы смогут получить преференции, сокращение налогов, освобождение от импортных пошлин и многое другое. Инвесторы, которые будут инвестировать в регион, они будут получать возможность в момент введения в эксплуатацию обладания 100% амортизации. Инвесторы будут получать преференции на новые места рабочие 50% ЕСВ. Есть условия для инвесторов. Основное сумма должна быть минимум 500 тысяч евро. Но те, кто готовы открыть производство в депрессивных регионах, получат право на льготы. Даже если вложат вдвое меньшую сумму. Также инвесторы должны трудоустроить 25 человек со средней зарплатой не ниже 3,5 тысяч гривен. Как показывает опыт стран Восточной Европы, стран с успешным развитием экономики, где произошел скачок, стран Азии, такие законопроекты действуют уже на протяжении десятка лет. Обобщен лучший опыт, который был в мире, который касается свободноэкономических зон, развития, создания инвестиционного климата, создания почвы для инноваций. Законопроект сегодня презентовали промышленникам Харькова, поскольку именно машиностроение должно стать главным базовым сектором для привлечения инвестиций. Федерации работодателей надеются, что документ примут в первом чтении не позднее мая. И это будет первый практический шаг по реализации плана модернизации Украины. Над ним в течение года работали известные украинские и иностранные эксперты. Если предложенные реформы проведут, Украина сможет привлечь около 300 миллиардов долларов инвестиций. Ольга Иванченко, Леонид Абурин, подробности телеканала Интерхарьков. Вы смотрите подробности и вот что у нас дальше после небольшой рекламы. Операция эвакуация. Была ли угроза взрыва на борту рейса Дубай-Киев? Асхальное напряжение. Европа встречает праздники в состоянии повышенной террористической угрозы. Продолжение следует... Номер 2 ликвидирован. Министр обороны США Эштон Картер подтвердил просочившуюся в прессу информацию о гибели в Сирии одного из лидеров исламского государства. Абдель Рахмана Аль-Кадули считают вторым человеком в руководстве ИГИЛ. Детали спецоперации неизвестны. В начале марта телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в правительстве США сообщил о гибели одного из главных полевых командиров исламского государства Абу Умара Аль-Шишани. Он якобы скончался от ранений, полученных при авиаударе с американского беспилотника. Исламисты эту информацию опровергли. Госсекретарь США приехал в Бельгию с визитом поддержки. Уровень террористической угрозы в стране понизили до третьего, но в городе снова звучат выстрелы. В нескольких районах Брюсселя прошли задержания. Все подробности узнаем от Софии Гордиенко. Она находится в Брюсселе. Гордионорд, место очень специфическое, Северный вокзал. С одной стороны здесь продают легкие и тяжелые наркотики, а с другой за железнодорожным полотном в микрорайоне Скарбек. Торгуют оружием. Здесь свои арабские магазины, хамамы, мечети и свои правила. Бельгийский закон местным жителям не писан. Снимать приходится из машины, видеокамерам в районе Скарбек не рады. Именно тут мастерили бомбы братья Эль-Бак-Раи. И сегодня на остановке трамвая полиция задержала подозрительного человека. Сдаться, как и снять куртку, показать нет ли под ней пояса шахида, он отказался. Поэтому арест производили с роботом-сапером. Кто именно был задержан, не сообщают, но точно непростой прохожий, утверждают в полиции. Улицу перекрыли. Это произошло буквально за 20 секунд. Полицейские машины, робот, выстрелы, все было очень профессионально. Сначала обратились к нему по-французски, по-нидерландски и по-арабски. Это был настоящий Голливуд перед моей дверью. За три дня в городе десятки проверок, семь человек задержаны. Аналитики пытаются понять, как маленькая страна превратилась в базу европейского радикального терроризма. Согласно исследованиям, причин множество. Это и салафистские мечети по всей Бельгии, которые финансировались Саудовской Аравией, и на которые власти смотрели сквозь пальцы. И появление албанской и чеченской мафии в 90-х, наладившей поставку автоматов Калашникова и взрывчатки. Но расследования последних терактов показывают, в Бельгийском королевстве что-то прогнило не только на уровне арабских кварталов. Новость дня оказывается. Адрес убежища Салах Абдеслама полицейский из города Малин получил еще в декабре. Написал рапорт, который застрял в районном отделении полиции, и так и не был отправлен в отделение по борьбе с терроризмом. Парламент Бельгии создал комиссию по расследованию таких случаев. Добрый вечер. Полемика и следующий за ней политический кризис. Министры юстиции, МВД и иностранных дел предстанут перед созданной комиссией с объяснениями ошибок своих ведомств. А родственники террористов тем временем пытаются оправдаться перед обществом. В отличие от Наджима Лашваи, его родной брат, спортсмен, активист и просто примерный парень, говорит, не знал о родственнике ничего с 2013-го, когда тот отправился в Сирию. Меня шокировало то, что он сделал, но, как уже сказал мой адвокат, семью не выбирают. Сколько еще таких паршивых овец в арабских семьях неизвестно. Согласно подсчетам Интерпола, несколько сот прошедших школы сирийской войны и обученных взрывному делу парней вернулись с потоком беженцев домой. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер. Брюссель. Двоих подозреваемых в связях с брюссельскими террористами задержали в Германии. Одного в университетском городке Гисен на западе страны, второго в Дюссельдорфе. Предполагают, что оба они были сообщниками террористов-смертников братьев Бакрауи. Задержанный в Гисене незадолго до взрыва в брюссельском метро получил подозрительное СМС от Халида Бакрауи. А задержанный в Дюссельдорфе известно, что его зовут Самир пытался вместе с Ибрагимом Бакрауи выехать воевать за ИГИЛ в Сирию. Тогда их задержали в Турции. Операция эвакуация. В аэропорту Жуляны один из рейцев ожидали не только встречающие, но и сотрудники спецслужб. С борта самолета за несколько минут до приземления предупредили, что у одного из пассажиров бомба. Была ли угроза взрыва, расскажет Олег Решетняк. Самолет из Дубая в Киев вылетел рано утром. На борту 150 человек. Ничто не предвещало беды, говорят очевидцы происшествия, находившиеся в салоне лайнера. Пока 60-летний гражданин России, хорошо выпив, не решил обсудить большую политику. Сначала разговаривал с другом, но после того, как тот уснул, пытался завести беседу с другими пассажирами. Те на него не реагировали. Тогда, как утверждают очевидцы, он стал показывать свой паспорт стюарда. Что конкретно им говорил, непонятно. Но стюарды, граждане Объединенных Арабских Эмиратов, не говорящие по-русски, решили, что он угрожает взрывчаткой. Пилоты срочно передали диспетчеру тревожную информацию. И все это произошло уже на подлете к Киеву. На самом деле, просто человек выпил лишнего и пытался поговорить. Но никто его не поддержал, кроме стюарда. Стюарда был англоязыч, но не понял этого всего, что конкретно было. Поэтому, я думаю, он вызвал там эту полицию. Человек не разговаривал по-английски. Он просто вел себя чуть неадекватно, был пьяный. И ничего там, наверное, не произошло. А стюарда неправильно толковал. Это моё личное мнение. В жулянах рейс из Эмиратов уже встречали и взрывотехники, и полицейские, которые сразу же арестовали нарушителя. Самолет уже обратно вылетел в Дубай. Общее время задержки рейса составило полтора часа. Вот сейчас самолет в полёте. По словам сотрудников аэропорта, взрывчатку в самолёте не нашли, но пассажиров задержали на 4 часа. Всё это время их допрашивали. Что грозит нарушителю, пока неизвестно. Олег Решетняк и Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. На Мариупольском направлении только за сегодняшний день один военный погиб, ещё шестеро получили ранения. После двух недель относительного затишья возобновились бои под Марьинкой. Почти сутки боевики штурмовали одну из наших позиций на окраине города. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. С самого утра над Марьинкой густой туман, поэтому на позициях относительно спокойно. Но прошлые сутки из-за плотного огня бойцы здесь не слышали даже собственного голоса. Сегодня 70-миллиметровая пушка этой БМП зачехлена. После вчерашнего боя старушка должна отдохнуть, шутит экипаж. Около двух часов ребята отбивали атаку боевиков на опорный пункт. Мусили давать, ответить. Было застосовано наше БМП. Нормально, до левицыч. Заспокинулись. Всё началось в обед с артобстрела. Ребята говорят, боевики били плотно и прицельно. Их огонь кто-то корректировал. Такой резкой смены обстановки военные просто не ожидали. Уже две недели в Марьинке сохранялась хоть и хрупкая, но перемирие. Позиции боевиков отсюда всего в 400 метрах за этим футбольным полем. Приказа на ответный огонь не было. Обстрел наших позиций продолжался до самого вечера. Выстрелить очень сложно. Когда они идут, стреляют тут награжды. И не знаю, что они тут хотят, что они идут на пролив. Не встретив сопротивления, боевики пошли на штурм. Бой длился три часа. Военные их встретили на подходе шквальным огнём. В наших подразделениях без потерь. А вот противнику охоту атаковать отбили надолго. До 30 человек минимум их было. Уразили их достаточно нормально. Крики, стоны, очень много было. Их машина подъехала. Забирали их. Эту атаку военные связывают с очередной ротацией на той стороне. Свежее подразделение боевиков просто захотело прощупать нашу оборону. По данным штаба, такая тенденция сейчас по всей линии фронта. Боевики активно наращивают и живую силу, и технику. Танки, БМП, БТРов приходятся в районе населенного пункта Трудовске. Минометы калибром 120 мм и 82 мм. В районе населенного пункта Тельманово были зафиксованы 6 установок БМ-21 Град, которые заборонены минскими угодами. Но к таким сюрпризам наши военные готовы и могут дать противнику достойный отпор. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Кендротенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Президент Украины подписал указ о демобилизации военнослужащих, призванных в ходе четвертой волны мобилизации. Это 45 тысяч человек. Петр Порошенко подчеркнул, что указ никак не повлияет на уровень обороноспособности страны. Украинские власти блокируют расследование трагических событий 2 мая в Одессе. Об этом заявляют в оппозиционном блоке и намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Представлять интересы родных погибших при пожаре в Доме профсоюзов будет юрист Валентина Теличенко. Сегодня депутаты-оппозиционеры побывали на месте трагедии, где погибли 42 человека. Пообщались с родственниками погибших и пообещали, что на Куликовом поле будет установлен памятником жертвам 2 мая. Буду заниматься тем, что собираю материалы конкретных фактов порушений прав человека. В частности, право на расследование обстоятельств загибели, которые имеют потерпелие родители тех, кто погибли. Как только мы придем к власти, мы обеспечим справедливое расследование и наказание виновных в этой трагедии. А сегодня наша задача была помочь людям, попавшим в эту беду по всем направлениям. Поддержать их морально, сделать фонд, который поддержит материально матерей, пострадавших и погибших детей. Привлечь внимание Европы. Когда говорят, что таким образом Одессу защитили от сепаратизма, я неоднократно говорил, что тогда покажите этих героев, наградите их. И мы будем ими градиться, если это так, такой большой подвиг. Если это не подвиг, а преступление, то мы их тоже должны найти и наказать. Кривой Рог. Последний агитационный день перед выборами. С нами на прямой связи мой коллега Геннадий Вивденко. Он находится в Кривом Роге. Гена, здравствуй. Расскажи, как прошел день? Спокойно ли было в городе или не очень? Наталья, на сегодня, слава богу, все было спокойно. Напомню, это действительно последний день подготовки к избирательному процессу выборов городского головы в городе Кривой Рог. Сегодня районные избирательные комиссии передавали бюллетени участковым. Те их считали и прятали в сейфы. Всего, напомню, таких бюллетеней отпечатано 520 тысяч экземпляров. Со мной рядом заместитель городского головы Александр Катриченко. И вот, Александр, все ли прошло гладко, все ли прошло без сбоев? И какие детали можете отметить подготовки к избирательному процессу в воскресенье? В целом, на вечер ситуация в городе Кривой Рог абсолютно стабильная. Все избирательные комиссии получили бюллетени в полном объеме. Они пересчитаны, опечатаны в сейфах. Поэтому никаких либо предпосылок к срывам избирательного процесса в городе Кривой Рог нет. Несмотря на то, что избирательный процесс в городе уже длится на протяжении полугода. И открытая агитация многих кандидатов в мэры была направлена как раз на дестабилизацию города Кривой Рог. И жители города могут абсолютно спокойно идти на избирательные участки и голосовать. Потому что их безопасность будет обеспечивать более 2000 полицейских, которые будут также патрулировать, кроме этого, город. На самом деле, весь город ждет того, что мэр будет выбран уже в первом туре. И весь этот искусственно организованный беспредел в городе закончится уже 27 марта этого года. Спасибо, Александр. Ну и остается добавить, что завтра в Кривом Рогу, в городе Кривой Рог, день тишины. И агитация за кандидатов, а их, напомню, 15, будет запрещена в любом виде. Наталья, на этом пока все. Спасибо. С нами на связи был Геннадий Вивденко. И напомню, что в воскресенье в Кривом Роге будут выбирать мэра города. А сейчас с нами на связи студия ток-шоу «Черное зеркало» и ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. Я смотрю, вы в полной боевой готовности. О чем сегодняшняя программа? Наталья, мы действительно в полной боевой готовности. Но накануне эфира мы с моим коллегой Алексеем Лихманом подсчитали. Оказалось, что уже девятый раз подряд мы будем говорить о правительственном, или, скажем так, о политическом кризисе в стране. Более того, с тех пор, как наша программа вернулась в эфир после новогодней паузы, не было ни одного выпуска, в котором главной темой было что-то другое. Мы все время говорим о политическом кризисе в Украине, который, к сожалению, затянулся. Правда, сейчас появилась надежда на то, что он разрешится буквально в ближайшие дни. И уже вроде бы многим ясна кандидатура нового премьера, называют кандидатуру Гройсмана. Но у меня лично окончательной уверенности в том, что все-таки на пост премьера будет выдвинут именно Владимир Гройсман, нет. Возможно, я не прав. Как раз попробуем выяснить это у сегодняшних наших гостей. Мы помним о том, что президент потребовал, чтобы 29 числа, накануне его визита в Америку, кризис был бы урегулирован. В стране бы появилось работоспособное новое правительство. А что это, если этого не произойдет? Вот, скажем, у нас здесь будет влиятельный американский политик, ветеран дипломатической службы, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Хербст. Вот его, в частности, об этом спросим. Ждем мы сегодня в студии редкого гостя. Он обычно у нас включается в эфир с помощью разного рода телемостов или по скайпу. А в этот раз здесь, прямо в студии, будет адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. С ним поговорим о том, как будем освобождать Надежду. В общем, будет сегодня интересно, я обещаю. Вы обещаете, мы верим. Черное зеркало в эфире сразу после подробностей. А я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова